СТАНОЧНИК СТАНОЧНИК На них воздействует очень много опасных и вредных производственных факторов, такие как разлетающаяся стружка, перемещающиеся изделия, заготовки, вращающиеся детали производственного оборудования. Чтобы работать безопасно, нужно соблюдать требования охраны труда. Нужно одевать все средства индивидуальной защиты, такие как каски, билеты, очки. Об этом конкурсе я узнала из газеты «Электросталь». Мы совместно с сыном приняли участие в этом конкурсе. Мы сочинили частушки, стихотворения, лозунги. Нам понравилась эта идея. Думаю, в дальнейшем мы будем дальше принимать участие в таких конкурсах. Участниками корпоративного конкурса могут стать как дети работников ОМК в возрасте старше 12 лет, так и все, без исключения сотрудники комбината. Причем фантазию организаторы не ограничивают. Механик участка СПЦ-2 Сергей Мишин, например, представил на это творческое состязание 4 тематических рисунка. Я работаю в сортопрокатном цехе номер 2. У нас вообще горячее производство. И один из моментов, который обеспечивает, например, безопасное выполнение работ на стане 350, это закрытое ограждение стана. Вот на эту тему я тоже изобразил плакат, где открытые створки защиты клетей, из которых прокат вырывается наружу и возможное травмирование людей. Вот это у нас по всем инструкциям запрещается. Все творческие работы на конкурс «Труд без опасности» принимаются в Управлении корпоративных коммуникаций УМК. И там распределяются в трех возрастных группах по трем номинациям. Лучший логотип, лучший плакат и лучший лозунг. Корпоративный творческий конкурс «Труд безопасности» приурочен к Всемирному дню охраны труда. И темы для номинации выбраны соответствующие. На данный момент труженьки предприятия присылают работы через электронную почту или приносят лично. Составить им конкуренцию вы можете до 21 апреля. Проявите свои смекалку, творчество. И самые лучшие идеи будут вознаграждены памятными сувенирами, а также опубликованы в газете «Электросталь». Подробности о проведении конкурса «Труд безопасности» можно узнать из информационных стендов УМК в газете «Электросталь», УМК-ТВ, на сайте «Оскол-Сити», информационном портале комбината, а также по телефону 37 48 88. Плакаты с подробной информацией размещены и в подшефных школах города. Человеческая жизнь всегда стоит на первом месте. Соблюдение правил охраны труда на производстве – залог успешной и плодотворной работы.